Штукатурные работы, ну, расчистка, штукатурные работы, укрепление утраченных деталей, которые были на фасаде, и не вошла покраска в смету. То есть, как бы мы, получается, что мы просто законсервировали фасад. Реставрация началась у нас в 22-м году. Естественно, поменялись расценки, поменялись коэффициенты. Смету пересчитали. Сметы прошли государственную экспертизу? Сметы в 19-м году проходили государственную экспертизу. То есть, в рамках первого этапа мы всю работу выполнили, фасад мы с вами, получается, законсервировали, опыт готовили к покраске в рамках второго этапа. Вопрос по фасадной плитке, которой там не хватает, и, наверное, надо будет заказывать. Это израстцы, это не плитка. Это израстцы. Это израстцы, а не индивидуальное изготовление. Это не стандартная плитка, она гораздо толще. И для того, чтобы ее восстановить в полной мере, нужно этот индивидуальный заказ. Мы найдем этого подрядчика, кто у нас сможет сделать эти образцы. Израстцов. Израстцов, да. Надо понимать, сколько это будет стоить, чтобы у нас был оригинальный вид здания. Мы сами сохранили, мы потеряли именно это культурно-историческое наследие, которое было изначально. Просто в смете они просчитаны, как обыкновенная керамогранитная плита. Второй этап. Какой объем работы, сколько средств, откуда они возьмутся? Второй этап у нас деньги были. Федеральные. Цена вопроса. Второй этап. 67 миллионов рублей. Ориентировочно. Мы надеемся, что источник будет тот же. Как в ближайшее время будет понимание, мы дадим информацию. Пока, к сожалению, не ответить не могу. Когда тут начиналась реставрация, помните, я задал вопрос, который волнует жителей. Все-таки был Махунцев и Шмидт. И когда министр приезжал, он написал Махунцев, ну, в скобочках, все-таки подписал на своей странице Шмидта. Как все-таки был... Это, Павлович, сейчас заказано в году экспертизой историко-культурной. Как она будет проведена, соответственно, мы дадим официальную информацию. Вот и в дом Шмидт и в дом Махунцева. Экспертиза такая заказана. Сейчас говорят, что вот много работ просто сметей не было заложено, поэтому не сделали. А областная делегация достаточно серьезно раскритиковали. То есть какое-то непонимание, что ли? Давайте я вот этот вопрос поясню. Да, у нас есть контракт, у нас есть сметы, которые прошли государственную экспертизу. И подрядчик на себя сверху эти сметы взял еще все ряд работ, которые необходимы для реставрации этого здания. Соответственно, контракт будет отработан полностью. Те замечания, которые мы сегодня сегодня увидели, они в ближайшее время, при наличии их возможностей по погодным условиям, они будут устранены. И, соответственно, у нас есть авторский надзор, у нас есть министерство, которое нас контролирует. У нас есть сметы, которые прошли государственную экспертизу. У нас есть для этого прокуратура. Есть ли какие-то нарушения, соответственно, предприняты какие-то, соответственно, мероприятия по устранению этих нарушений. На сегодняшний момент могу сказать, что вся работа выполнена в рамках того контракта, который была оттуда. То есть, если проще, получается, вы сделали больше, и вас за это еще раз критиковано. Фундаменты в очень сложном состоянии были. Фундаменты, особенно вот та часть пристроя, которая, она буквально могла завалиться. Эти работы были выполнены все в полном объеме и даже больше, чем требовалось по проекту. Потому что усиление основное, чтобы сохранить здание. И отопление было сделано, водоснабжение, канализация, кровля. Кровля по акту ГК, немножко вот они говорят, что должна быть она другой цветовой гаммы. Но в акте ГК прописано, что серое, возможно, возможно, коричневое, возможно, зеленое. Но вся стилистика нашего города и зданий, историк культурного наследия, вы видите, все кровли у нас серые. В кровлю было выложено в два раза больше средств, чем было в смете. Сейчас мы не говорим об этом, и подрядчик не просит какое-то допинансирование. Мы понимаем, что мы должны сохранить этот объект для нашего города и сделать его красивым, достойным, чтобы жители видели эту красоту. После окончания всех реставрационных работ согласно проекта, реставрации и приспособления к современному использованию, этот объект будет использоваться под выставочное пространство. У нас выставочный зал настолько загружен, чтобы второй открывать не было? Я так думаю, у нас есть потребность. У нас в городском выставочном зале, который находится на проезде энергетиков, не все выставочные проекты можно реализовать в силу того, что там небольшие пространства.